Ежегодно на протяжении 17 лет районный конкурс «Рыцарь года» открывает все новые и новые имена одаренных ребят. В этом году на сцену Дворца спорта «Видное» поднялась еще одна пятерка смелых. Ребят ждали непростые конкурсные состязания, спортивные и интеллектуальные. Все финалисты настолько хорошо справлялись с заданиями, что жюри было непросто выбрать лучшего. На этот раз в конкурсе «Рыцарь года» приняли участие 100 старшеклассников. Сначала школьный уровень, потом отборочный тур. В итоге в финал вышла пятерка сильнейших. Путь к финалу, естественно, был трудный, потому что постоянная репетиция, постоянная конкуренция. «Рыцарь года» – конкурс престижный. За 17 лет в нем приняли участие 4000 школьников. 85 стали призерами и победителями. Для нынешних героев выйти в финал было делом чести. Это была самая мечта, потому что мой брат участвовал в этом конкурсе. Мне также захотелось поучаствовать. Я решил себя проявить. Все-таки 10 класс уже хочется как-то выделиться из толпы. Отрадно, что эти конкурсы вошли в традицию и проводятся каждый год. Я считаю, что эти конкурсы наших ребят расставляют правильно приоритеты жизненные. И указывают правильные, верные ориентиры. А вот чтобы стать победителем, героям нешуточной борьбы за гордое звание рыцаря нужно было пройти еще три финальных испытания. В первом туре визитные карточки чемпионами не рождаются. Ими становятся ребята рассказывали о себе. Оценки за визитку ребята получили практически одинаковые. Интрига только закручивалась. Второй этап – спортивно-интеллектуальный. Попробуйте-ка после физической нагрузки еще и правильно ответить на вопросы по олимпийской тематике. Ребята и тут справились. Поэтому третий тур стал решающим. Мы верим твердо в героев спорта. Такова была тема домашнего задания. Финалисты должны были рассказать историю жизни становления знаменитого спортсмена. Эй, братанка, кто вся к бою? Часовы ты поставлю у мороза. И представь, что за тобою полоса пограничная идет. Лев Яшин, Валерий Брумель, Алексей Немов, Владимир Невзоров, Шавар Шкарапетян. Вот с кого надо брать пример. Главное – быть человеком с большой буквы и никогда не сдаваться. Этому их научил спорт. Спортом надо заниматься молодым людям. Почему? Потому что спорт – это, собственно, и дисциплина жизни. Это и порядок в голове. Понятно, что человеку надо в жизни многое преодолеть, многое успеть сделать. Поэтому спорт – это важное подспорье. Конкурсное испытание позади. И жюри выполнило свою миссию «Рыцарь 2013 года выбран». Им стал ученик Видновской школы номер один Эльдар Александровский. Я очень рад. Впервые за 15 лет наша школа с 1999 года стала снова «Рыцарем». Выиграла. В общем, всем спасибо. На самом деле не важно, кому досталось звание «Рыцаря». Все финалисты стали победителями, потому что не побоялись выйти на сцену. У таких талантливых, целеустремленных и уверенных в себе ребят обязательно все в жизни получится. Какие бы высокие цели они не ставили. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.